ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, задолбалась я на этой работе! Домой! Домой скорее отдохнуть! В тишине! Сериальчик! Домой! Домой! Диванчик! Домой! Домой! Надоело мне, ведёте себя как свинухи бешеные! Всё, блин! Будете сейчас учиться у меня здесь вести себя как люди разумные, а не как чёртовы обезьяны безумные из жопы, которая горит! Хе-хе-хе-хе! Для вашего обучения я выбрал вот такую самую такую супер-книгу! Мы же в Питере живём! Вот эта книга была написана по указанию самого Петра Первого! Понятно? Короче, базовая хрень! Вообще охрененно базовая! Хе-хе-хе-хе! Короче, книга это... Это руководство по воспитанию аболтусов! И называется сей шедевр Юности ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО! Понясно? У юности должно быть ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО! А не как у вас хитрожопая слямзит чё! Хе-хе-хе! Не, ЗЕРЦАЛО на самом деле это не морда! Это другая хрень! Хотя казалось бы... Ну, похожая! Хе-хе-хе! Ну, неважно, короче, дальше едем, читаем этот шедевр педагогической литературы! И наматываем себе на ус! На ус! Это два слова, Хрюндель! Во-первых, наипаче всего! Наипаче! Не имеется ввиду обмануть! Хе-хе-хе-хе! А имеется наоборот! Очень важно, типа! Хе-хе-хе-хе! Короче, наипаче! Хрюндель держать! Наипаче всего! ДОЛЖНЫ ДЕТИ ОТЦА И МАТЕРЬ В ВЕЛИКОЙ ЧЕСТЬ СОДЕРЖАТЬ! Понятно, что написано? Дети должны задержать родителей, а родители должны пить шампанское у бассейна! Хе-хе-хе! А вы, чтоб ещё и в великой части! Иначе какой с вас прок! Хе-хе-хе-хе! И когда от родителей им приказано бывает Всегда шляпу в руках держать Усекли! И перед ними НЕ ВЗДЕВАТЬ! НЕ ВЗДЕВАТЬ ПРЕД НАМЕ! Сmu eig нe-E ВЗДЕВАТЬ! НЕ- grew ne, fue kills jed god, И возле них не садиться! И прежде он их не заседать! При них в окно! Всем телом не выглядывать! Хе-хе-хе! Защупь обратно! Но всё... Потаённым образом с великим почтением Великим значит охранительным почтением! Хе-хе-хе! И не с ними в ряд! Вот ещё! Но немного уступи позади он их! В стране стоять! Подобно якопаж! Некоторый паш! Или слуга! Хе-хе-хе! А джокат Г какой-то украинский, зачем это? Какой прикол-то в этом? Это хлюндель древняя советская традиция! Со времён Брежнева считается смешно! Даже если не смешно, считается смешно хотя бы тем, что человек думает, что это смешно! Хе-хе-хе-хе! Ну не важно, больше не буду! Пардон! В доме ничего своим именем не повелевать! Понятно? Ничего не повелевать своим дурацким именем! Хе-хе-хе! Но именем отца или матери! От челядинцев просительным образом требовать! Чтобы вот этому научились! Требовать просительным образом! Но и паче! Хе-хе-хе-хе! И у челядинцев они у меня! Разве что у кого особливые слуги! Хрюндель, а есть особливые слуги? Нет? Обзаведись! Которые самому ему подвержены бывают! Самому ему! О чём вообще речь? Это видимо прозерцало! Не знаю! Едем дальше! Дети не имеют без именного приказа у родительского никого бронить! Или поносительными словами порекать! Ещё раз услышу как ты кого-нибудь порекаешь поносительным именем! Хе-хе-хе! А ежели то надобно! Как это надобно? Оно всегда надобно! То ОНЕ они должны учинить вежливо! Понятно? Поносительными словами упрекать вежливо! И учтиво! А-а-а! Ну короче это надо уметь! Хе-хе-хе-хе-хе! Часто одного дела не повторять! Вот есть у тебя какое-нибудь дело! Нельзя его часто повторять! Видишь какая мудрость! Хе-хе-хе-хе! На стол на скамью или на что иное не опираться! И не быть подобным деревенскому мужику! Который на солнце валяется! Но стоять должны прямо! Вот понятно? Деревенский мужик он на солнце валяется! Это плохо! Ещё бы знать чем! Неважно! Это серьёзная книга! Без спросу не говорить! Вот это полезно! А когда и говорить им случится! Не дай бог! То должны они благоприятно! А не криком! Или задору там говорить! Не якобы сумасброды! Будешь якобы сумасброд! Накажу! В книге сказано детям нельзя! Только взрослым! Хе-хе-хе-хе-хе! Нужду свою благообразно! В приятных и учтивых словах предлагать! Подожди Хрюндель! Зачем мне их нужда? Видимо архаизмы! Подобно якобы им! С каким иностранным высоким лицом говорить случилось! Дабы они о том тако и обыкли! Хе-хе-хе-хе-хе! Пардон! Хрюндель ты обык? Я конечно ого-го обык! Дабы! Дабы в том тако и обыкли! Ну и паче! А то понимаешь зерцало разложили! Наглые! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Но нужду мне вашу не предлагайте! Это просто устаревшее! Устаревшее! Неприлично им руками или ногами по столу везде колобродить! Вот это вообще пипец истина! Не колоть, не стучать! Но должны тихо и смирно прямо не избочинясь! Сидеть! Не избочинясь! Вы блин 24 часа боченитесь! В этой семье вообще все избоченились! Кроме меня прекрасный! Хе-хе-хе-хе-хе! Когда родители или кто другие их спросят! То должны отозваться! И отвечать тотчас как голос послышат! И потом сказать! Извините! Государь батюшка! Или государня матушка! Или что прикажете государь! А не так! Что? Чего? Что? Как ты говоришь? Чего хочешь? Нет! Не так! И не смехом делать! Якобы их презирали! Но исправно примечать! Все что им говорено бывает! И много жды назад не бегать! Вот хрен же у нас постоянно много жды назад бегает! И прежнего паки взругарять не спрашивать! Хе-хе-хе! Вот это чтобы у меня на зубок знали! Прежнего паки взругарять не спрашивать! А то понимаешь целыми днями прежнего паки взругарять спрашивают! Как жить то?! Наипатит тебя взругарять! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Тихо ты! Хватит! Отклятвы чужеложества! Скоб'как блуда! Чужеложество! Это блин не детям это скорее тебе, хрендер! Хе-хе-хе! И грани и пьянства отрок себя дерьми удержать и от того бегать, ибо оттого иное вырастает кроме великой беды! И напасти телевные я! И душевные я! И оттого же рождается и погибель дома ему, и разорение пожитком. Ой, вот это я боюсь. Разорение пожитком, это я боюсь. Молодые отроки не должны носом храпеть, и глазами моргать, и ниже шею и плеча якобы из палатки тряси, и руками не жалить, не хватать, или подобное неистовство не чинить. Дабы от издёвки не учинилось вправду палатки и обычая. Ибо такие принятые палатки молодого отрока весьма обезобразят и остыжат, так что потом в домах их посмехая, тем дрожнят. Эту фразу наизусть. Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах быть. И так танцевать. Для того, что тем одежду дерут у женского полу. И великий звон причиняют острогами. К тому же муж не так посвешен в сапогах, нежели без сапогов. Вот это точно. Такожде. Такожде. Это как вдруг гореть, только наоборот. Такожде, когда в беседе или в компании случится в кругу стоять. Или сидеть при столе. Или между собой разговаривая, или с кем танцуя. Не надлежит никому неприличным образом в круг плевать. Но на сторону. А ежели в каморе, где много людей, то прям прими хоркотины в платок. Понял? Прими хоркотины в платок. Вдруг гореть твоё зерцало. Такожде. Ещё же зело непристойно. Зело. Когда кто платком или перстом в носу чистит. Якобы мазь какую намазал. А особливо при других честных людях. Когда прилучиться. Прилучиться? Да, правильно. Когда прилучиться тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке. Сиди прямо и не хватай первых блюда. Не жри как свинья. И не дуй в ушное, чтоб везде брызгало. Вот насчёт не дуй в ушное у нас как раз проблемы. И не сопи. Ягда яси. Не знаю, что такое ягда яси. Это что-то японское. Первый не пей. В блюде будь последний. Ну, это скорее для взрослых в Новый год. В блюде будь последний. Хе-хе-хе-хе. Руки твои, да не лежат долго в тарелке. Хе-хе-хе. Ногами везде не мотай. Хлеба приложать к грудям не вежь. Хе-хе-хе. К чьему-то? Ешь то, что перед тобой лежит. А инде не хватай. Инде хватать нельзя. Не проглотя куска, не говори. Ибо так делают крестьяне. И никакое неполезное слово или непотребная речь да не языкит из зуб своих. И не пилай. Это даже гугл не знает, что за слово. Но звучит убедительно. Не пилай. Хе-хе-хе-хе. Не учись, как бы тебе людей обманывать. Ибо сие богу противно. Противно ему ужас. И тяжкой, и машей зато дать ответ. Имаше. Тяжкой. Тяжкой Имаше. Что такое тяжкая Имаше? Я что ли? Хе-хе-хе. Не выходи из дома без ведома и воли родителей твоих. А ежели ты послан будешь, хе-хе-хе. То возвращайся в паки в школе. Ну чё, допёрла что-нибудь? Так ажду паки взяла в кругоглядь. Но и паки взерцала из бочинись. Ой, мам дорогая, роди меня обратно. А-а-а-а. Это не пипец, это не пипец. Всё, что в интернете пишут, это не пипец. Всё, уже миллион раз было. Всё отстойно, не пипец. АПЛОДИСМЕНТЫ